Сказки народов мира О чем думает белый слон Айравата Индийские сказки Медленно идет по дорогам Индии белый слон Айравата У него четыре бивня и семь хоботов Он храбр в сражении, неутомим в походе и может творить чудеса Сначала времен живет на свете Айравата и многое знает Часто он приходит на берег Великой реки И там всем, кого встретит, рассказывает сказки В этот раз расскажет он историю о двух братьях Жил-был царь, умерла у него жена, оставив двух сыновей Звали которых Сант и Басант Женился царь второй раз Не взлюбила мачеха царских сыновей Играли как-то Сант и Басант в мяч Перелетел мяч через ограду И упал во двор, где царица отдыхала Ах, убили! Раздался крик Бросились братья на помощь Нашли они царицу всю в слезах На крики прибежал царь Почему ты плачешь, любимая? Спросил он Пуще прежнего заплакала царица Твои дети убить меня хотели Специально бросили мяч, чтобы он мне в грудь попал До сих пор больно А тебе и дела нет, что меня в дворце не любят Мяч на хиндии генд Бинди любят играть в мяч Традиционная игра в мяч называется чоган Игроки сидят на лошадях И большими клюшками пытаются забить мяч Царица не унимается Выбирай! Либо я, либо они! Будь по-твоему, опечалился царь А раз по-моему, то прикажи отвезти их в джунгли Чтобы их дикие звери съели Делать нечего Позвал царь слугу Повел слуга царевичей в джунгли Но такими ласковыми да пригожими были царевичи Что пожалел их слуга Отпустил А царица принес их сандалии Сказав, что братьев съел тигр Сердце на хиндии дыль Есть в Индии такая пословица Эк майанме до талваре нахиресакти Два мяча в ножны не влодишь Так говорят, когда пытаются соединить несоединимые Долго блуждали братья в джунглях Вдруг басант споткнулся Да провалился в колодец, что был вырод в земле Подожди, брат Пойду найду людей Раздобуду веревку Вернусь и вытащу тебя Сказал санд и пошел прочь от колодца Через некоторое время подошел к колодцу охотник Дай, думает, сам напьюсь и собак напою Опустил в колодец большой горшок А когда вытащил, из него показался мальчик Кто ты? И как здесь очутился? Спрашивает охотник Басант и рассказал ему свою историю Нет тут твоего брата, сказал охотник Видать, злые тигры его утащили Отвел охотник басанта в деревню Да и пристроил жить в дом гончара Индия славится своей керамикой Горшок на хинди гамла Осант весь день бродил по джунглям Нарвал лиан, сплел длинную веревку К ночи вернулся к колодцу Как ни звал санд брата, тот не откликался Видно, сам выбрался Да дикие звери его съели Решил санд, заплакал Да и пошел, куда глаза глядят Прошли годы Басанта как-то заметил местный раджа И узнав, что мальчик царского рода Взял к себе во дворец жить Воспитал раджа басанта как родного сына Всему выучил И вот однажды отдыхал басант в своих покоях Как слышит, под окном нищий песню поет Были у царя дети, два брата Одного съел тигр, какая утрата Пошел второй скитаться по свету Подайте же нищему монету Выбежал басант на улицу И бросился к нищему, узнав в нем родного брата Привел он санта во дворец Умыл, умаслил тело сандаловым маслом Накормил Отпусти нас, раджа! Хотим мы домой вернуться? Попросил басант Ступайте, да будет так Ответил раджа И дав братьям богатые дары Отпустил их Едут братья по дороге И видят, старик навстречу идет Весь согнутый, в лохмотьях На палку опирается Что случилось с тобой, милый человек? Спрашивает санд Ох, был я царем Отвечал старик Новая жена моя сперва сыновей моих погубила А потом и меня из дворца выгнала Узнали братья в старце отца своего Не бывать этому, сказал санд Поехали царевичи в отчий дом Увидела их мачеха Бросилась бежать Да споткнулась И ударившись о землю Превратилась в пеструю кукушку Вылетела кукушка в окно И больше ее никто не видел Вернулись братья Санд и Басанд Вместе с отцом во дворец И с тех пор жили долго и счастливо Повторяем, запоминаем Сегодня мы узнали три новых слова на языке хинди Мяч, генд, церц, дил, горшок, гамла Сказки народов мира О чем думает белый слон Айравата Индийские сказки